Захотелось минералки. Открыл холодильник. Увидел Оливье. Оливье увидело меня. Дальше всё как в тумане. Жирные вздохи сожаления. Только русский человек после алкоголя и салатов сядет пить чай. И обязательно с тортиком. Полтортика так сожрать можно. Замужнюю женщину. Дома всегда ждут. Маленькие чё купила? Большое чё пожрать? Ээээ... Тварь ты дрожащая. Или... Отвали от холодца, пожалуйста. Хватит. Холодец это тварь... Ну в принципе да, холодец тварь дрожащая. Всем здарова, меня зовут Макс. Мемы, как обычно. Ну ладно тебе, одну катку всего слили. Следующую точно возьмём. Я так не думаю. Это как надо было разозлиться, чтобы в такие дребезги мышку уничтожить. Ну ладно, окей. На дегустации вина. Все чувствуют нотки абрикоса, сливок и винограда. Я чувствую, что уже нахреначился. Не алкаш, а сомелье. Да, сомелье. Лёшеньки. Гости. Лёха, идеальный баланс. Походу, Лёшенька очень любит тортики. Читал книжку? Свою. Трудовую. Какой сюжет? Какая судьба? До слёз. Уволен там по статье везде. Продавец. Доставка будет стоить 300 рублей. Батя. Типа, мы не будем платить. Мы сами потащим? Блин, я на самом деле плачу обычно за доставку, потому что, особенно если в машину чуть грузить, ну это не надо... Ну ладно, вы поняли, короче. Сколько раз в неделю ты моешь, Пол? В неделю? Можно ответить 0,2 раза в неделю. Да, так что... Скоро на всех документах страны. Исправляем на 2022. Кстати, 22 февраля 2022 года 22-22 выпадает на вторник, так что это будет ещё и второй день недели. И куча дебилов опять побежит в ЗАГС регистрировать брак в красивую дату, чтобы потом через два года развестись. Почему через два года? Большинство браков распадаются вообще-то в первый год жизни, потому что, оказывается, не всё так радужно, да? Не всем везёт быть в прикольных отношениях с людьми. С подругой своей, да, с женой, то есть. Когда слышишь ночью шум с кухни и кричишь коту, чтобы перестал, а потом видишь, что он лежит рядом. В смысле, ну да, понял, типа, да, там, в духе. Кричишь коту, типа, кот! Эй, кот, перестань! И он такой, а, окей, хорошо, по-русски понял, да? Мешки с подарками для 30-летних. Интеразгильс это хорошая вещь, она помогает даже не только людям, ещё и собакам. Белый уголь, не знаю, никогда не был белый уголь. Боржой прикольно, я пью иногда. Алкозельцер, ладно. У нас дома 5 кошек, 3 собаки, несколько рыбок, 2 попугая и енот, но ёлку уронила бухая тёща. Она, как кошка, прыгнула на ёлку, такая сидит на картах на полу. Ну, 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 понял, дальше можете воображение включить. Утро 1 января глазами не пьющего человека. Кто-то пишет, или работавшего в ночь. Да или просто где-нибудь в кабаке официант ходит, такая там все уже убитые. Пушки приволокли в кабак. В школе чуть ли не плачу, когда получаю четвёрку. На сессии в шараге. Ну, да. Да не, я в школе и тройке рад был, особенно по какому-нибудь запарному предмету, где тебя могли вольнуть вообще в лёгкую. Начинается та самая пара. Пара, пара. Пара, когда можно начинать завтрак свина. Степан, здравствуйте, свина. Со спирта начинай. Все бегают, суетятся перед Новым годом. А я радуюсь, что повесил гирлянду, а не себя. Ладно. У меня вообще нет ощущения, что завтра Новый год. Что же с нами? А у кого вообще есть ощущение, что завтра Новый год? У меня тоже вольника не было. Сейчас его тем более нет, потому что как бы... Сегодня у нас какое-то третье число. Вот, да. Ну ладно. Я в детстве спал на двухъяростной кровати на втором этаже. Поэтому я совершенно не боялся подкроватных монстров. Если что, наедятся сестрой, думал я. Ты вот сволочь. Как ты мог так про сестру? Нет бы защитить... Хотя нет, в принципе, она хрен с ней. Сегодня никуда не пойду. Меня, конечно, никто я не звал. Но я бы и не пошёл. Окей. Какие-то грустные мемы. Я не знаю, что с нами стало. Почему такие мемы грустные? Мы жирные, с нами бок. Бок. Бок у тебя, да. Больница. Палата с дистрофиками. В палату входит врач. Здорово, Орлы. Доктор, да какие мы Орлы. А кто вчера летал, когда вентиляцию включили? Старый анекдот попал в мемы. Каким-то образом. Ну, пусть будет потом. А я. 2022 будет моим годом. Я стану позитивно смотреть на жизнь. Буду более продуктивным и общительным. Я прямо сейчас. Да просто не выспалась. И немножко позеленела. Все на тусе танцуют, веселятся, поют. Те самые чуваки на кухне, которые изливают друг другу душу. Да, бывает такое. Сидишь с другом. Пьешь чай. И за жизнь трещишь. Да. Я думаю, с каждым такое бывает. В США два мужика передаривают друг другу на Рождество одну и ту же коробку конфет уже 34 года. И каждый раз искренне радуются подарку. Это идеально, серьезно. Молода к женой замутись, чтобы не покупать друг другу ничего. Я когда психолог сказал, что мое постоянное ощущение чего-то плохого называется тревожным расстройством, а не паучьим чутьем. Да, панические атаки, фобии, стрессы, все такое. Когда меня спрашивают, как я собираюсь встретить Новый год? Три подхода по пять раз кушать. Блин, ну там такое все вкусное. Мы сделали сырка-селедка под шубой и сожрали ее на второй день. Ну то есть половину селедки на первый день вдвоем съели. И вторую половину во второй день сожрали. Вот. Если елка все еще не на полу, то это не ваша заслуга, а наша недоработка, говорит. А, отдел. Кошачий отдел по ураниванию. Ураниванию елок, да. Вчера так напили, что прямо из окна запускали салат. Может салют? Точно, салют. Крабовый. Ели мясо пацаны, соком запивали. А где сейчас их мать, они не понимали. Они едят курицу. Окей. Я записалась на маникюр на завтра, на 17.00. Мне поставили смену, я работаю. Можно отменить? Здравствуйте. Можем подобрать другое удобное для вас время. Пишет она через час. Юля, не отменяйте запись. Пришлось уволиться. Ну, увольнение всегда хорошо. Я, когда увольнялся с разных работ, для меня все время это был праздник какой-то. Потому что у тебя есть зазор между как бы... Ну, ты как бы старой работы уже нет, а новая еще пока... Ну, когда-то она будет чуть позже. У тебя это время есть, когда ты вроде как официально имеешь право нихрена не делать. Хотя я и на работе вообще нихрена не делал. Я взрослый человек. Я не говорю о своих проблемах. Я просто лайкаю соответствующие картинки. Слишком жизненно. Слушай, я тут подумал. Я вот все время говорю, что я раздолбаю был всегда на работе. В принципе, я раздолбаю по жизни. А вот прикиньте, мне придется потом искать работу. А я уже про это все говорил, как бы и приду к работодателю, а он такой... А я тебя видел на ютубе, ты, блин, раздолбай тебя, не возьму. Вот я, вот я к чему думаю. Что, может быть, надо наоборот себе говорить, что я такой ответственный человек. Я. Все, с этого дня начинаю ходить и качаться к лету. Я спустя пять минут. Ладно, завтра начну. Я собираюсь начать бегать, отжиматься, приседать дома. Уже месяца три, наверное, два. И что-то как-то вот... Я раньше занимался даже этим летом. Потом что-то подзабил. Все, никак не начну. Может, у кого-то есть что-то дома поесть, а то у нас все на Новый год. Не, у нас такого не было. Потому что за стол отвечал я. И я... Я когда даже готовил, я ел параллельно. Да. То есть это прямо такой верх кощунства и бесчинства по отношению к празднику. Друзья, книжка моя «Вход в рай 2» вышла. Во всех книжных она уже продается. Ее можно... Купить. Да, правильно. Почему я так долго думал об этом слове. Слово-то вроде простое. Купить. Да. И прочитать. Представляете? Если вам понравилась первая часть, то, возможно, стоит заценить и вторую. Всех еще раз с прошедшим. Хотя... Хотя зачем я вас поздравляю с прошедшим, если я вас поздравлял с наступающим? Ну, короче, неважно, с прошедшим. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до завтра точно. Потому что сейчас вроде праздники закончились. Я наотдыхался вот так вот. И надо включаться в работу, так сказать. Работать над новым контентом. Все, ребят. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok